Добрый день, уважаемые коллеги! Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Вадим Маркович Говорон, академик Российской Академии Наук, директор Института физико-химической медицины и ФМБА. Практически все медики наши и представители Института фундаментальной медицины Вадим Марковичем знакомы, поэтому излишнего представления делать необходимости нет. И мы попросили вот тему доклада здесь или выступления, но я бы хотел, чтобы это было не просто лекция Вадим Марковича о тех проблемах, которые здесь будут озвучены, но это выглядело или стало такой дискуссией совместной, или если бы был круглый стол, мы бы назвали заседанием круглого стола по тем проблемам, которые сегодня в принципе волнуют практически каждого, кто живет на земном шаре, ну и в Казани в том числе. Поскольку у нас есть собственная клиника, в структуре клиники мы несколько времени назад открыли ковид-госпиталь и научились уже как-то лечить людей, но есть очень много проблем, связанных еще с последствиями этого заболевания, и поэтому хотелось бы, чтобы эта тема тоже также была здесь обсуждена. Пожалуйста, Вадим Маркович. Спасибо, Иванович Равкадович. Уважаемые коллеги, я тоже на самом деле этим выступлением прерывал довольно большую паузу, сейчас все так делают, потому что прошло уже почти год, как народ находится в изоляции, и основная форма сообщения была ВКС, Zoom или какие-то другие коммуникаторы. Я решил рассказать немножко о ковиде, потому что в той или иной части, ну так получилось, я был вовлечен в эту историю, хотя изначально не хотел. Это в том, что когда из вас многие ходили в детский сад в 2002 году, мне уже пришлось участвовать в том, что называется SARS-CoV-1. Это был SARS, и тогда еще генетические возможности России не были столь чудовищно удивительными, как сегодня. И на самом деле даже получение полной информации о геноме первого ковида, он просто назывался SARS-CoV-2, было каким-то таким технологическим откровением. Ну, по крайней мере для нас тоже. Слава богу, тогда никто не понимал и не понимает, до сих пор были ли вспышки SARS на территории России, потому что в то время, и статистика велась не очень хорошо, но от пневмоний различных вне больничных умирало порядка 20-25 тысяч человек. И там, возможно, были, значит, и такие случаи тоже. Это спекуляция, но SARS-CoV-1 отличался от 2-го тем, что он не был сильно контагиозным. Поэтому даже заболев, человек не рисковал заразить там большое количество людей. Я об этом сейчас остановлюсь. И когда говорят там, что ковид, это какая-то спекуляция по поводу того, сделали ли его в китайской лаборатории, либо еще, вы это все читаете на страницах интернета, но все-таки человек больше научного направления. И на самом деле в этом нет ничего нового. Возможно, что-то и делали, но не так сильно. И там есть какие-то отличия, которые вызывают вопросы, но это неотличимо с помощью современных информационных технологий от того, что могла сделать и природа. Поэтому среди коронавирусов довольно много вирусов, которые на нас с вами паразитируют. Вообще, значит, вирусная адаптация – это такой очень тривиальный процесс. То есть экспансия вирусов, захват все больше и больше количества хозяев с разными эффектами – это такая, в общем, тривиальная история. Но для нас она, конечно, нетривиальная, потому что пандемия и довольно много смертей. Не так много, как ожидалось, потому что пока, во всяком случае. Потому что и гриппы, ну там испанка известная, и гонконгский грипп давали цифры либо сопоставимо, либо существенно больше. Но эта история не закончена. Хотя многие сейчас маски держат уже ниже носа. Вот, я вижу, прошу надеть их обратно. Вот, потому что, значит, я своих сотрудников и всех остальных учу, вот, простой вещь. Вы можете как угодно относиться к своему собственному здоровью, но вы не имеете права относиться к здоровью других людей, которые сидят вокруг, так же, в общем, безответственно. Так вот, сколько вирусов? Ну, на самом деле, как минимум 7, а то, может быть, и больше коронавирусов так или иначе паразитируют на нас. Это в основном респираторные вирусы, то есть они находятся на эпителии. Это то, что называется mild infection, то есть очень лёгкие инфекции, обычно врачи называют их ОРВИ. И что же не так с коронавирусом, к ковидом-2, почему так вот всё получилось, и почему до сих пор, несмотря на все усилия, есть анонсы, что выдумают лекарства, но это не быстрый процесс. Коронавирусы это довольно-таки сложные уже машины с точки зрения молекулярной биологии, потому что у них есть внутри так называемый плюс, РНК плюс геном, сложной структурой репликации и воспроизводства, но об этом я говорить с журналистами, наверное, не буду. Но важно, что поскольку он большой, то природа сама придумала таким образом, чтобы он мало мутировал. То есть это довольно прецизионная репликация, чего нельзя сказать о малых вирусах. Ну, например, вирус гриппа, если кто знает. Почему проблема с вакцинацией? Да потому что каждый раз приходит всё своё, так называемые гриппозные реассортанты, то есть когда геном гриппа состоит из 9 фрагментов, он нецельный. И вот эта комбинация плюс мутагенез, как правило, делает эффективность вакцин не очень высокой. Хорошо, если 60%, это в лучшем случае. Не только у нас, у нас, кстати, хорошие, относительно неплохие вакцины против гриппа, но и по всем странам мира. Но мы выработали давно некий коллективный иммунитет к гриппу, и когда грипп приходит, ну, за исключением очень таких коморбидных людей с разными заболеваниями, престарелых людей, это мало кого беспокоит. Даже тяжёлая форма гриппа проходит сами собой. У COVID-2, или там у SARS-CoV-2, у него случилось несколько драматических событий. В самом деле в России об этом плохо знают и вообще не говорят. Сейчас я об этом немножко расскажу, чтобы у всех было представление. Но когда говорят о COVID-19, то говорят о белках короны, которые являются самыми страшными, на них делаются все вакцины. Но по большому счёту, вот чем отличается SARS-CoV-2 от того, что было когда-то и называлось просто SARS-CoV-2? Почему он такой кондагиозный? Потому что вследствие некоторых мутаций, сейчас пока не отличить, они сделаны искусственно или естественным образом, вследствие эволюции. Потому что кроме первого COVID-19, SARS-CoV-2, потом был MERS в пустыне. Он был гораздо злее, чем первый SARS, но поскольку это пустыня, он был мало кондагиозным, умерло мало людей, хотя смерть там находила выше 20-25% при заражении. У COVID-19 есть два очень важных обстоятельства. Вот тут нарисовано, значит, зелёным несколько таких малопонятных названий, потому что что-то выучили, например, там АПФ или АСИ-2, а вот такой фурин вряд ли знают медики и даже молекулярные биологи. И есть такое сложно произносимое название, оно здесь, по-моему, нарисовано или нет, называется он МПРСС-2. То есть, на самом деле, в белке А, который этот тример формирует корону, он называется С, разделён искусственно на три субединицы, С2, это ближе к нуклеокапсиду, С1, и терминальная часть С1, это RBD, то есть это сайт, который связывается с ферментом, контролирующим в нашем организме артериальное давление, ангинотезин, конвертирующий фермент. Это вовсе не рецептор, это на самом деле функциональный фермент, он очень важен для того, чтобы у нас всё было нормально с параметрами гемостаза. Так вот, у ковида, в отличие от его предшественника, появился новый сайт, фурин, и это сделало процесс распространения инфекции, а точнее созревания вируса почти лавинообразным. Вот если SARS-1 долго довольно реплицировался, ему нужно было время, чтобы стахастическим образом встретиться с ферментами протеолитического вида в межклеточном пространстве, отщепить белки короны, и только потом запустить механизм, как здесь нарисовано, формирование внутриклеточной визикулы, потому что за это отвечают совсем другие белки. Белок С отвечает исключительно за рецепцию, то есть за связывание. Есть ещё белок М и белок Е, это тоже структурные белки ковида. И вот, да, есть тут МПРСС-2, вот он нарисован сверху. Видите, тут ножницами показано, что происходит обрезание. Это довольно важный процесс. Вот если бы не было сайта фурина, то всё бы происходило гораздо медленнее. Наши иммунные системы, наверное, в большинстве случаев, легко бы приспосабливались к этому. Потому что скорость развития вируса даёт вот такое, как клиницисты говорят, обнормальное течение или ответа иммунной системы в ответ на инфекцию. То есть, когда иммунная система включается, уже поздно. Мы об этом немножко поговорим с точки зрения лечения. Почему это новая некая философия, мне кажется, в медицине, которая пока не применима. Она просто ещё не выработана в таком ключе, как и очень дорого стоит. Вот эти два фермента, они на самом деле делают основное. Они запускают внутриклеточную жизнь вируса. Если бы этого не было, то тогда бы процесс слияния, формирование визикул, перехода, как здесь нарисовано, слияние слизосомы, формирование эндолизосомы, высвобождение РНК, запуск, на самом деле, того, что называется репликаза и синтез уже потом транскриптов, происходил бы гораздо медленнее. И контагиозность этого вируса была бы существенно хуже. Когда говорят о контагиозности, то почему и пандемия? Значит, корь 14, грипп 1,1,1. Когда ковид начался, то есть это вот прошлая весна, это было 3-4. То есть он довольно быстро распространяется. Собственно, с этим связана необходимость носить все маски, поскольку нет, если люди не болели другими, то есть не были носителями других коронавирусов, то нет никакой записи ни в одной из иммунных систем, ни в первичной, то есть, называется, innate immunity, ни в адаптивном иммунитете для распознавания. И когда начинается распознавание, это процесс, требующий времени, ковид, как правило, уже размножился. И часто, когда идёт распознавание, хотя бы на уровне антительного ответа, хотя подключаются и другие каскады, ковида может и не быть. То есть есть несколько довольно хороших публикаций, которые посвящены SARS-1, которые показывают, что это, естественно, получено на мышах. Если отключить, например, химокейновый статус, это так называемые нокаутные мыши, то при заражении мышей 100% летальной дозой ничего не происходит, летальность стремится к нулю. Если знать момент заражения и внести через 4 часа после инокуляции 100% дозы интраназальной, интерферон, ничего не происходит, то есть мышки не гибнут. Потому что естественные силы организма, которые реактивны, в общем, выполняют свою основную задачу. Они резко снижают последствия. Они позволяют иммунной системе вот на этом балансе, в большинстве случаев, повторяюсь, здесь очень много ещё не изучено, но общая картинка понятна. Включить нормальные силы распознавания, наработать нейтрализующие антитела и таким образом замедлить скорость развития вируса и те разрушительные последствия, которые врачи наблюдают в лёгких и в других тканях организма. Наверное, о том, что как размножается вирус, я говорить не буду, потому что всё-таки аудитория разная. Но там много интересного и на самом деле ещё до конца не понятого. То есть около 20... Геном вируса, я забыл сказать, это 29 900, около 30 тысяч, там плюс-минус пара оснований, это крупный рынковый вирус, то есть просто очень большой. И он довольно интересно реплицируется. Сначала он нарезается большие фрагменты, потом нарезаются короткие фрагменты. Оттуда геном иерархичен, там есть так называемые НСП-белки. Это белки, которые не входят в целый взрелый вирус, но которые на самом деле играют довольно важную роль в взаимодействии с разными жизненными биохимическими процессами в клетке. Есть так называемые аксессорные белки, которые помогают этому процессу. И когда сейчас люди строят химические вещества, которые должны быть потенциальными лекарствами против ковида, то одним из главных белков, таргетов, является уже внутренняя протеаза, которая называется химотрепсин-like. То есть это протеаза, которая имеет механизм действия, похожий на химотрепсин. Туда люди пытаются найти специфический ингибитор. Потому что эта протеаза, она способствует как раз внутренней нарезке белков. Ковида на собственной функциональной части запускает процесс. Одним из таргетов является репликаза, фавиперавир, римдизивир и так далее. Но эффективность этого не очень высокая. То есть как-то вирусу удается обойти это. И ясно, что если это хоть как-то действует, то это первые три дня. После этого эффективность равна нулю. А вот с протеазами всё больше и больше связывают надежды. По крайней мере, в последних обзорах их выделяют фармакологические компании, фармацепты, как очень перспективную мишень для подбора специфического ингибитора. Пытались найти ингибиторы для фурина. Это само собой разумеющаяся вещь. Сразу же пытались. Но оказалось, что это довольно плохо, потому что эти ингибиторы очень токсичные. Фурин выполняет, кроме разрезания С-белка внутри эндосомы, ещё много других функций. В частности, он зреет иммунитет. То есть многие химокины и многие факторы адвесации разных клеток в иммунной системе завязаны в белок, поэтому токсические эффекты превышают эффекты ингибирования вирусов. В культуре всё получается, то есть на модельных экспериментов, а на животных уже нет. Особо скажу про такую интересную вещь, потому что здесь очень много мутностей, спекуляций с самого начала, которые касаются размножения коронавирусов Ков-2 почти во всех тканях организма. Это не совсем так. Несмотря на то, что как здесь приведено рецептор, ну точнее на самом деле АСИ-2, или АПФ по-русски, присутствует во многих тканях, это правда, и не только в эндотелии, потому что одна из первых версий была в том, что кроме легочной, то есть респираторной, и кишечной локализации ковида, есть ещё много других мишеней. В частности, сейчас, в общем, серьёзно обсуждается головной мозг, если будут вопросы, я расскажу, как это происходит, потому что некоторые вещи уже понятны. Но на самом деле, когда стали аккуратно смотреть репликацию вируса в клетках, например, эндотелиального происхождения, в органоидах даже эндотелия, в клетках почек, почечного эпителия, то там были обнаружены так называемые вирусоподобные частицы, но выделить их как вирус, то есть заставить их реплицироваться, не удалось. Дело в том, что вирус, такой сложный, как ковид, он просто большой, он довольно много абортируется, то есть возникают более устойчивые к деградации частички, которые не содержат полный геном, но которые при этом на самом деле могут быть теми методами детектированы. Поэтому до сих пор мы говорим о всё-таки эпителии респираторного тракта об эпителии кишечника из так называемой кишечной формы ковида или смешанной формы. Пельницисты это хорошо знают. Это не так плохо, потому что кишечник попадает самой, пожалуй, мощной, ну, я не знаю, какая система более мощная, лёгочная или, значит, кишечная, но кишечная система, это очень мощная система через, значит, специальные такие лимфоузлы, которые называются неважно, как они называются, да, не будем говорить, не будем, то журналисты, поэтому. Да, первые рубежки. Вот, и через, на самом деле, трансэпитериальный иммунитет она способна очень быстро распознавать любой новый патоген. И там, в общем, наверное, происходит быстрое распознавание и закрепление этого, и быстрая диссеминация уже компетентных клеток по всему организму. Ничего так толково не установлено до конца. Но по экспрессии, да, видно, что основной, есть ещё вспомогательный, так называемый, рецептор для вируса, да, в частности, CDC, то ли 72, то ли какой-то ещё, но он, на самом деле, конечно же, не конкурентен с АПФом или АСИ-2. Здесь связывание через корону очень совершенное, очень быстро, с очень высокой молекулярной биологии афинностью. А, значит, понятно, что люди, начав разбираться, как это всё происходит, ищут ингибиторы. Но в России используются вещи, которые, казалось бы, не очень, вроде бы, и должны работать. Ну, например, там хорошо известный, и это фармакологическая субстанция, апротинин. Это такой набор, значит, в крови, но это для журналистов. Есть система трепсина-антитрепсина, то есть, на самом деле, протеолитическая активность ферментов, она довольно неплохо специальным классом белков, где альфа-1-антитрепсина является частью серпинового каскада, так называемого, да, заингибирована. Потому что, если позволить протеазм крови, резвиться, то мы получим эмфиземы, ателектазы в лёгких, да, есть такая наследственная форма, так называемый ZZ-вариант, альфа-1-антитрепсина. Это вот как раз наследственное заболевание лёгочной ткани, которое приходит к быстрому деградации каркаса лёгких и развитию ателектазов, а потом эмфиземы. Но есть, как я уже сказал, много вещей, которые находятся внутри клеток, и вот там, собственно, сейчас и ищут. Потому что в одной из первых работ, которые сделали американцы, это было в апреле, они показали, что на самом деле белки вируса способны и НСП, то есть те, которые называются неструктурными, и аксессорные белки, и уж, конечно, структурные, взаимодействуют с очень большим количеством, на самом деле, каскадов внутри клетки. Это и митохондриальные белки, и белки синтеза интерферона, и они способны ингибировать проинформаторные реакции клеток через систему адаптеров и через НОД-2 комплекс. В общем, это на самом деле довольно сложный процесс взаимодействия патоген-хозяин, где в каждой из этих блоков что-то уже найдено. Другое дело, что путь до клиники очень долгий, и требуется большая дистанция, чтобы сначала валидировать вот инвитро, как я сказал по поводу ингибиторов фурина, действия этих малых молекул, а затем показать, что эти малые молекулы не очень токсичны. Этот вирус довольно хорошо притёрт к внутренней нашей физиологии, и довольно сложно подобрать такое специфическое начало, чтобы не ингибировался жизненный цикл клетки, и в то же время происходило эффективное ингибирование самого вируса. Но теперь перейдём к маскам. В масках много такого ужасного, я бы сказал так, но вот опыт ковидной истории начала, я сам не врач, поэтому мне легко об этом говорить, на самом деле врачи знают гораздо глубже этот процесс, особенно кто работал в красных зонах. Мне приходилось, к сожалению, и консультировать врачей, и довольно активное взаимодействие с московскими клиниками, 52-я, 40-я больницы, когда всё это начиналось. Есть системный процесс, это очевидно. Чем он определяется? Не до конца очевидно на самом деле, потому что, как я сказал, попыткой сначала самой простой механической гипотезы объяснить это таким образом, что вирус размножается почти везде, и эта полиорганная вирусная реакция не совсем выдерживает критику. Что очевидно сейчас, для этого клиницистам достаточно посмотреть на 29-9 или там сколько-то китайских предупреждений Минздрава по клиническим рекомендациям, что очень много вещей, которые приписывались ковиду, в общем, сделаны врачами. Конечно, не вольно. Но это классические этрогенные воздействия на организм, которые постепенно снимались. Я не знаю, в Шатарстане лечатся еще мифлохином, значит, с азитромицином, как-то такими тяжелыми препаратами. В Москве уже нет, конечно. И в Москве стараются как можно дольше не давать вообще антибиотиков. Вот наши там ранние работы, когда мы только начинали по метагеномике, показывали, что люди, которые болеют дома, они гораздо спокойнее с точки зрения незакомиальной флоры. И многие вот эти вот маски, это на самом деле активация на фоне интенсивной, долгой дачи антибиотиков в комбинации с другими препаратами, вот таких вот обострений, которые вызваны скорее больше в фармакологии, чем самим ковидом. Надо быть очень аккуратным. Да, конечно, ковид способен приводить к обвальным, аутоиммунным, скорее всего, или там проинциломоторным, ну что почти одно и то же процессом. Но если понимать, сколько дали уже этим пациентам, когда они лежат в сценарии, да, там антибиотиков, антикоагулянтов, комбинации дексаметазона, то можно понять, что, в общем, конечно, вред здоровью наносится не только самим вирусом, сколько и иетрогенными интервенциями. Это правда. Это имеет, кстати, прямое отношение к реабилитации. Но это потом, наверное, скорее всего в качестве вопросов. Я понимаю, что как-то это новое явление, и это такой классический случай. Ну, понятно, что в этом явлении каждый ищет для себя то, чем он должен заниматься. То есть кто-то, клиницисты, им не позавидуешь, потому что они первыми и до сих пор сталкиваются с самим заболеванием. Это тяжелые пациенты, которых надо спасать. Это реанимация. Да, ну вот, кстати, одним из примеров я забыл сказать. Теперь почти никого не переводят сразу на ИВЛ. А в первые пару месяцев это было как правило, и люди погибали. Вот такой пример, когда нет никаких препаратов, физическое воздействие и всё. Сейчас дают кислород, поточный кислород, то есть различными способами повышают оксигенацию, но стараются как можно дольше не переводить человека на ИВЛ. А вот большинство случаев ИВЛ, там 80, даже выше процентов, это как правило летальный исход. К вопросу о масках и о том воздействии, которое на человека может оказать, значит, ну просто неясная ситуация. Врачи, я повторяю, за это ни в коем случае нельзя обвинять. Они действовали так, как полагается, видя дыхательную недостаточность, значит, они старались эту недыхательную недостаточность как-то нивелировать. Особая история связана с тем, когда люди говорят о поражении лёгких. Это тоже довольно интересный казус, потому что говорят, у меня было там 80% поражения, у кого-то там 60%, у кого-то там 95%, и ужас-ужас. Но это на самом деле КТ. Вот у меня случай из моей клинической практики, поступил пациент, вот буквально перед поездкой в Казань, мои врачи, они не были в красной зоне, сделали ему КТ, у него была пневмония. Увидели там 25% поражения лёгких. Он говорит, ковид. Я говорю, почему? Человек был привит, я знаю титры его антител. Он говорит, ну как, матовое стекло. Я говорю, что? Это признак ковида? Я говорю, нет. Это не признак ковида вообще ни разу. Мы потом это всё дело диагностировали, он сейчас уже выписан. Вот это была типичная пневмония, вызванная микрополазмом пневмонии. А нельзя, опять же, для врачей придумывать какие-то... Они действуют по алгоритму, которые устоялись, но это даже не поражение лёгких, это просто выпад. При этом функция, дыхательная функция альвиоцитов, которая находится в выпаде, может быть сохранена полностью. И поэтому многие наши коллеги, они вообще не смотрят КТ, они просто берут и мерят с помощью пульсоксиметра или других приборов оксигенацию крови. Вот если оксигенация крови падает, тогда да, можно говорить о поражении. Если в лёгких намечается выпад, то это просто выпад, это реакция организма либо на какой-то патоген. Если это патоген бактериальный, клиницисты знают, там, про кальцитонин и многие другие параметры, которые символизируют какие-то значения точно измеренные о наступлении так называемой крупозной пневмонии, вызванной бактериальным патогеном. Но очень много вирусных пневмоний, так называемых интерстициальных, в том числе и гриппозной пневмонии. И пневмонии, которые вызваны ассоциатами вируса и атипичной флоры, находящейся в самих лёгких, вовсе не являющиеся ковидом, приводят к таким же самым симптомам. При этом дыхательная функция лёгких может меняться, но она быстро восстанавливается. С другой стороны, когда мы говорим о многомасточности, при определённых обстоятельствах, при ненормальной реакции иммунной системы, да ещё использовании дексаметазона, то есть кортикостероидов, может развиваться фиброз лёгких и многие другие грубые органические поражения, которые восстанавливать довольно сложно. Кстати, к слову, когда был первый SARS, никто в Америке не использовал никакие кортикостероиды. Потому что прямым следствием использования супрессии иммунитета может являться наличие грибковой инфекции, которая довольно быстро развивается, как раз генерализованную грибковую инфекцию, и тогда человек уходит. Потому что особых способов у врачей лечить, например, аспергилюсы нет. С кандидой они ещё как-то могут справляться, по крайней мере, оттягивать наступление. То есть, надо быть очень аккуратным. Тогда английские учёные опубликовали эту эпидемиологическую работу, там буквально, но никто же не читает текст, это сразу переходит в рекомендации. Так вот, там было сказано, что на самом деле дексаметазон, как препарат, эффективен в определённой степени исключительно для пациентов, находящихся в реанимации, по-нашему, по-русски, которые уже находятся на ИВЛ. Но это быстро распространение почти на всю популяцию. Я это не буду комментировать, потому что это рекомендации, но на самом деле использование таких гормонов, вообще иммуносупрессия, не как вынужденная мера, это никто не оспаривает, когда нарастает, значит, то, что называется дистресс-синдром, и когда нарастает соответствующим образом отёк лёгких, тут всё понятно. Но когда этого нет, и когда это является профилактическим, я бы, в общем, рекомендовал подумать, потому что последствия потом при восстановлении не очень простые. Вот. И понимая всё это в апреле, я 29 апреля, вот сейчас будет 15-го, по-моему, или там 19 апреля новая сессия, я выступил с таким девизом, без финансов, без всего, и на моё удивление люди откликнулись, то есть я выступил на сессии Академии наук с призывом создать добровольный консорциум, я назвал его консорциумом Академического Содружества, туда вошло несколько клинических подразделений Москвы, а потом, на самом деле, люди стали присоединяться. Казань присоединилась, Иркутск, Нижний Новгород, Петербург, институт гриппа. То есть, на самом деле, мы создали, ну, естественно, институт ФМБА, создали довольно мощный консорциум, задача которой... он работает до сих пор, и будет ещё работать некоторое время, я думаю, не такое короткое, потому что придётся разбираться ещё с последствиями. Мы занимались вот чем. Мы занимались, ну, то есть, тематикой этого консорциума. Всё объять мы, конечно, не могли, но наши коллеги, вот, в частности, профессор Заратянцев, он главный патолог Москвы, создали атлас патноморфоза, то есть, что происходит с пациентами, которые умирают, это здесь приведено, да, и приведены основные причины того, что было сделано в первую вспышку, разложены 2000 летальных исходов по ведущей причине, причине, которая привела к этому. А мы занялись изучением, значит, иммунно-реактивности разных белков, вируса, линейных эпитопов, объёмных эпитопов, возможной патологической роли не только самих белков, вируса, но и того, что являются продуктами деградации, то есть, пептидома, делались геномы, их наш центр выложил около 300 штук, но мы просто остановились, потому что к тому времени количество геномов было уже несколько десятков тысяч, а сейчас их больше 800 тысяч. Правда, сейчас русское правительство инициировало опять этот процесс, потому что на самом деле разговоры о том, сколько у нас штаммов бразильского происхождения, английского происхождения и южноафриканского, они почти беспомощны, всего в базе данных выложено не более чем 2000 геномов. Поскольку половина геномов секвенируется в Англии, но они не знают всю картинку, то есть, если мы расширим количество определяемых вирусов, то мы увидим, что у нас есть не только эти штаммы, но и многие другие. Это ни о чем не говорит, потому что на самом деле попытки связать приход нового штамма с вируленностью вируса, это такая немножко наивная история, на мой взгляд. Так вот, здесь видно, как первые 2000 случаев, которые попали в каталог, они были, естественно, описаны с точки зрения вскрытия, какие крупные патоморфологические изменения происходят в органах, что является причиной того, почему происходит смерть. Видно, что на самом деле, конечно же, главным на то время являлся ОРДС-синдром, то есть, это острый респираторный дистресс-синдром, когда отказывают по существу дыхательной функции. Сейчас это не совсем так уже, потому что за это время, то есть, буквально за полгода, я считаю, что это очень большое достижение, клиницисты, осмыслив того, что происходит, перестав бояться и отводя от пациентов многие вот такие вот упражнения, как, например, ИВЛ, смогли добиться того, что много пациентов выходит из этого критического состояния. Прежде всего, это, конечно, было сделано с помощью таргетных иммунных препаратов, это либо ингибиторы интерлекин-6, либо ингибиторы рецепторы интерлекин-6, их научились применять, их в общем, ну, по крайней мере, в Москве было в достаточном количестве, я думаю, что и в Казани тоже. И вот эта вот таргетированная иммуноподавляющая терапия, она по существу сыграла свою решающую роль, так, чтобы вот эта цифра начала уменьшаться. Она уменьшилась очень сильно, я не знаю точных статистик, потому что по второй волне я не вел их, но я знаю, что это, в общем, на самом деле десятки процентов, они, конечно, подавляющее большинство. В основном, сейчас это коморбидные состояния, это отказ органов и систем, ну, просто вследствие очень тяжелой интоксикационной нагрузки и, на самом деле, активация тех процессов, которые потом, если человек все-таки выходит из госпиталя, вот он может, значит, тем не менее умереть, там, или получить очень серьезные осложнения, потому что все остальные заболевания, которыми он болен, ну, это сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, значит, активируются вновь. Поскольку много и сильно лечили антибиотиками, то действительно, вот если раньше это были такие некие страшилки, сейчас встал на повестку дня вопрос о резистентной флоре, назокамиальной флоре, это правда. По крайней мере, в Москве это очень тяжелая правда, и люди уходят либо от клостериальных инфекций кишечника, вот если на первом, значит, периоде гангрена кишечника, ну, это на самом деле следствие псевдомембранозного колита вызвано, ассоциировано с клостридным дефицитами, с токсинами, то сейчас это довольно большой процент, потому что против него, против этой инфекции, против этого процесса практически нет средств. Они ванкомицин-резистентны, и возникает генерализованная гнойная инфекция, которая заканчивается системным сапсисом. Но кроме этого, иклипсиелы, и ацетинтобактер, и псевдомон задают существенную вкладку, чтобы мы не чувствовали себя благополучно. Англичане посчитали уже, поскольку они ведут более тщательную статистику, сколько людей попадает, находясь в сационаре, то есть, имея тяжелую форму инфекции, немножко разная система классификации у нас и в Великобритании, сколько людей попадает опять в сационар. Получилось, что на самом деле, если человек тяжело болен, около 35-40% людей возвращаются обратно и около 13% умирает, уже не зависящих от COVID-19 условий. Это как раз следствие обострения. И предстоит очень тщательно выбрать вот эту дискриминацию между обострениями, связанными с физиологическими нарушениями индуцированных COVID-19, и с ятрогенным воздействием. Потому что первый эпизод, то есть, первая волна пандемии, которая до сих пор еще не закончилась, если быть строгим, она принесла в популяцию много резистентных бактерий. Часть людей имеют активированный грибковый процесс, он просто очень медленно и идет, так сказать, подспудно. И это все приводит к аллергизации. Да и сам COVID-19 тоже, в общем, не добавляет прелести, потому что он сам стимулирует аутоиммунные процессы, это хорошо описано. Есть две темы, уважаемые коллеги, о которых я могу почти бесконечно говорить, не остановите вовремя. Это вот микробиоты, но это прошлая любовь. COVID не любовь, конечно, но я просто, поскольку там оказался в глубине этого процесса, я как-то извлекаю из своих файлов внутренних что-то такое. Можно, значит, если проблема диагностики всем понятна, там такие слова, как ПЦР, там еще что-то, уже набили оскол, но я пройду это, хотя это тема важная на самом деле. Как мы поступим? Что клиницисты скажут? Будем рассказывать, нет? Ну, коротко, если. Значит, есть прямые методы и непрямые. Тут все зависит от знаний на самом деле и от культуры населения. У нас последние несколько месяцев, на самом деле с декабря, рядом административных решений вроде бы не отменена интенсификация диагностики, но она реально упала. Ну и статистика поэтому такая, такая странная. Но когда вы хотите напрямую, например, с помощью ПЦР, иммуно-хроматографического метода определения антигена, изотермической реакции и чем-то еще определить ковид, помните, что на самом деле есть некие окна, когда он персистирует в носоглотке, но никому лаваш, конечно, не делают, это тяжелая история, а после этого он там может и не быть. Более того, вот среди двух тысяч случаев смертей первых, мы делали специальный секционный ПЦР, в очень небольшом количестве случаев определяется ковид, то есть это после двух недель нахождения в клинике, он, конечно, есть, но его там не так много. Вирус обладает способностью самоограничения, это вообще обычная история, как и грипп, как и многие другие вирусы, и большинство процессов, с которыми клиницисты борются потом, это процессы, как бы ковид-ассоциированный, но не ковид, как это назвать, индуцируемый в данный момент, то есть он размножается, поражает клетки, приводит к цитолизу, и после этого уже всё, его нет. Его даже высокочувствительными методами обнаружить очень сложно. И у людей, у которых мы видели поражение органов и тканей, ну там, тромбозы, например, массовые, ни в почках, ни в печени, ни в лёгких, с помощью высокочувствительных методов мы его там не обнаружили. Поэтому, когда мы говорим о чувствительности методов, надо прежде всего говорить о навыках медсестёр, то есть иногда они довольно небрежно подходят к инспекции носоглотки. Это очень важный элемент, и по большому счёту, если сказано, что надо тупфером или шпателем, каким-то специальным таким зондом тестировать нос, то есть довольно глубоко проникать в носовые отверстия, в Дохан почти, то так это надо делать, потому что в передних пазухах носа он не очень хорошо встречается. Это самое такое типичное место для обнаружения. Вторым идёт гортань, но на гортани он появляется на более короткий период, ну и потом уже лёгкий, то есть нисходящая инфекция. Иногда нисходящей инфекции, как вы знаете, кто болел, не бывает, то есть всё заканчивается легко, это лёгкая форма, потому что включаются естественные силы, как мы говорим, интерфероны и всё прочее. Но бывают большие задержки, вот с этим мистика, то есть это русская рулетка с ковидом, она определяется очень большим количеством факторов, которые сейчас пока до конца алгоритмизировать не удаётся. Вот именно поэтому мы переходим к возможной причине. Да, я не считаю, что всем нужно делать КТ, потому что это скорее такая мощная психологическая травма для человека, сказать ему, что вы знаете, у вас примерно 60% лёгких поражено. Человек будет себя после этого чувствовать не очень комфортно, даже если у него сатурация 99%. А такое бывает. Он начинает думать, что всё, завтра и так дальше. Второе, выпады не всегда являются следствием глубокого или грубой деструкции лёгких. Это по существу просто жидкость. Если альвиоциты не повреждаются при этом, это описано, или часть альвиоцитов, то лёгкие так устроены, особенно в покое, что они будут дышать. Вот посмотрите, ну как бы таблица, все её знают, наверное, да. Скорость определения, это такой соревновательный какой-то момент. Я не очень, я об этом скажу в конце, потому что моя команда сделала российский аналог татарского лампа, и он работает на самом деле, ну потому что татарский аналог это японский аналог. Вот. Мы сделали это целиком, полностью, у нас есть свой фермент, свой прибор, и Эльшад Равкадж завтра его получит. Можете посмотреть в качестве подарка. Вот. Ну и какое-то количество карпиджей. Скорость не очень принципиальная вещь. Главное делать это качественно. Всё-таки COVID SARS-CoV-2 является высокотетражной инфекцией, ловить отдельные вирусные частицы там на 45 циклах не нужно, потому что это приведет к контоминации и гипердиагностике. Но вот уверенная преаналитика, правильное хранение образцов до перевоза в лабораторию, да, и какая-то надёжная диагностика, тут, пожалуй, самое главное. Неважно, каким методом. Если бы были, ну, вся Европа, там, почти без Китая, и Америка действуют с помощью тестов на антиген, у нас они просто очень дороги, поэтому мы используем ПЦР, ясно, что тесты на антиген это почти домашние тесты, то есть не почти, а совсем, и они там требуют 15 минут. Вот, ну, тут, вот, что называется, на вкус и цвет нет товарища. Моё мнение, повторяю, оно частное, и это в общем не рекомендательная история, надо очень внимательно следить за тем, как вы берёте пробу и когда. Вот, с этим связан почти 90% успеха. И, когда инфекция стёрта или неясная, я рекомендую, конечно, брать обычный, значит, иммуноферментный анализ или какой-то его аналог, потому что, по большому счёту, если это не первые 5 дней, то можно и вирусы не обнаружить, а инфекция уже может быть, поэтому М, антитела класса М, начинающие G, наблюдение в динамике, очень полезное для правильной диагностики, причём она, по-моему, не контролируется Роспотребнадзором, поэтому вы можете ставить диагноз, исходя из температуры, всяких клинических признаков и всего остального. Об этом особая история, потому что, смотрите как, если клиницисты сейчас изучат, что такое на самом деле цитокиновый шторм, то они мне не скажут ни одного количественного параметра, вообще ни одного, ни разу. Я специально интересовался этим, читая все клинические обзоры, ну, естественно, не российские. Это всё не параметрические критерии. Повышение температуры, повышение цирреактивного белка, повышение интерлекина 6, цифры не приводятся. Но, тем не менее, клиницисты вот как-то таким интуитивным своим чутьём говорят, что это цитокиновый шторм и назначают октембру, то есть ингибитор интерлекина 6 или ингибитор рецептора. Они это знают. Но если посмотреть в рекомендации по этому, как и с сепсисом, то это не прописано. Вот если у вас цирреактивный белок при норме, допустим, 5 вышел за границу 100 или температура 39-40 и цирреактивный белок 50, а интерлекины с 2 выросли до 500, всё, это цитокиновый шторм. Такого нет. Поэтому, на самом деле, здесь есть чёткий подход к комплексной диагностике каждого пациента, как он отвечает, насколько реактивно у него вырабатываются хотя бы гуморальные средства защиты, потому что текличное звено лучше не мерить, вы просто запутаетесь. И насколько другие параметры биохимические, ферритин, ликопения, тромбоцитопения, трансаминазы некоторые, ну, естественно, соя, правильно померенное, интерлекины, ведут себя сообразным образом. Вот, наверное, если мы говорим о комплексной диагностике ковида, это, пожалуй, тот перечень необходимых анализов, которые нужно делать у тяжёлых пациентов. А почему я сказал, что это некий вызов? И слава богу, некоторые регуляторы на время первой волны, будучи ошарашенными ужасами, они как-то открыли двери, то есть стали лучше разговаривать с разработчиками, быстрее разрешать наборы и всё остальное. Потому что очень важным с ковидом, это действительно, кто болел, знает, и особенно, кто попадал после этого в госпитальную фазу, является быстрый переход лёгкой формы заболевания в тяжёлую. Как я уже сказал, до конца причины этого непонятны, но в общем понятно, что происходит. То есть, на самом деле, вот эта вот скорость разрешённого ответа, разрешённого в плане того, что иммунитет, это не обязательно антитела и не столько антитела, а это на самом деле местные факторы защиты. могут справиться, то есть, либо поставить ковид на полку, когда его репликация сдерживается выработкой интерферонов и выработкой, на самом деле, других малоизвестных, но я не буду о них сегодня говорить, факторов, которые на самом деле тоже очень существенны. Это называется такой вот барьерный, трансбарьерный иммунитет. И в какой-то момент, поскольку интерфероны токсичные белки, их нельзя всё время использовать, потому что на самом деле токсический эффект от них кумулятивно накапливается. Вот эти надзорные силы организма падают, и вирус начинает быстро размножаться, и уже тогда включается патологический круг. То есть, на самом деле, вот эта аберрантная форма реакции, которая приводит к ОРДС-синдрому, а это отёк, это значит, активация макрофагального звена, синтез химокина в большом количестве, ну и всё прочее, оно начинает превалировать. Пациенту становится очень плохо, он вдруг начинает задыхаться. Поэтому вот эти все штуки прикроватные, они, наверное, если ковид не уйдёт очень быстро, будут развиваться, да они и развиваются. То есть, просто первым, значит, примером явилось развитие диагностики, но вследствие за этим неизбежно будут созданы или уже созданы системы, которые быстро, но если не прикроватные, то, по крайней мере, за короткое время, позволяют оценивать тяжесть развития заболевания. Ну, в частности, например, интерликиновое профилирование. Потому что сейчас врачи, назначая дексаметазон или ингибитор, его, в общем, не особо думают об этом. А это было полезно знать, потому что, на самом деле, после дексаметазона человек не быстро восстанавливается, у него иммунитет, в общем, мягко говоря, снижен. Ну и потом там всякие перехлёсты, связанные с артритами и с прочими аутоиммунными заболеваниями. Поэтому вот это вот, да, и вторая плоскость, которая есть, но это обычная санитарная плоскость, это плоскость, которая связана с широким охватом. Китайцы могут там за неделю миллионный там или 10-миллионный город протестировать полностью, поголовно. Ясно, что если это будет работать там одна лаборатория, ПЦР или какого-то другого свойства, это просто, наверное, невозможно сейчас. Ну, во-первых, это очень дорого, а во-вторых, это требует каких-то усилий больших организационных. А вот такие мобильные вещи, передвижные какие-то пункты, какие-то там тест-полоски, они позволяют делать очень широкий охват, тем самым заниматься тем, чем мы должны заниматься на самом деле все службы при эпидемиях, локализовать очаги, отграничивать очаги по распространению и потом, локализовав очаги, уже разбираться с очагами, а не заниматься тестированием всех. Это так неправильно. Если почитайте здесь врачи или там эпидемиологи, как это на самом деле написано. Ну и потом есть еще необходимость самотестирования, потому что ковид, безусловно, является гибридным явлением. То есть очень много в масс-медиа нагнетено страхов и ужасов. Поэтому люди, особенно вот до последнего времени, как-то их стали успокаивать, что все уже прошло и мы все победили. Они на самом деле боялись и при любых признаках ОРВИ думали, а не ковид ли это, что сильно усугубляло течение. Ну в общем, есть тут много-много подводных камней. Вот он. Завтра Илья Дровкаршина кому-то протестирует. Мы тоже сначала не хотели этого делать, но в общем, потом поняли, что раз есть уже такие аналоги, и если бы мне кто-то 20 лет назад, когда там даже РТПЦР-то было экзотикой, то есть в 2000 году, в 99-м в России, сказал, что теперь это можно сделать на вот таком маленьком сундучке, весящем полтора килограмма. Я бы не поверил сам. Но это так, поверьте. И завтра, когда он привезет, ну, наверное, там с четверга мы найдем какую-нибудь жертву. Причем эта жертва будет не медицинский работник, а либо секретарь, либо помощник. Такие случаи уже есть. То есть основное достижение, что это может, то есть, ну, фактически это лэмп, там, изотермическая реакция, но его может делать человек неподготовленный. Если Роспотребнадзор даст официальное разрешение, а сейчас испытания идут в микробе, то фактически мы получим возможность делать это не только в аэропортах, там, в специальных боксах, но и на самом деле вот следующее обострение, доступ к ректору может быть тронкирован инкубацией 20 минут. То есть все время реакции тут занимает 27 минут, потому что это ковид, там требуется еще РТПЦР. А так вот на грипп у нас эта штука работает 15 минут и все. 10 минут выделения, ну и 15 минут реакция. То есть это как бы некая просто иллюстрация не того, что мы сделали, а что ковид стимулировал такие вещи, да, потому что на самом деле мы об этом, честно говоря, не думали. То есть мы не думали переводить это все в плоскость из лабораторной службы, из лабораторной рутины, в плоскость того, что это можно сделать дома. И у некоторых московских домов, в некоторых московских... это стоит уже. Это не разрешено пока, но мы подали документы на регистрацию, но это работает, что самое важное. Да, этот прибор рассчитан на двух людей. То есть на самом деле там два уха и два картриджа. И пока там есть два пипетирования, ну вот, наверное, со следующей недели он будет одно. Да? Это одноразовый картридж. Нет, прибор не надо выбрасывать. Я уже сказал, что вот на самом деле такие вещи, то есть увеличением скорости мониторинга, потому что есть еще и психотизация, и она есть особенно в постковидном. Я считаю, что ментальный, то, что называется mental disorders, это самая главная история. Вот она требует какого-то некого постоянного мониторинга разных проявлений. Самым грозным, конечно, является тромбоза. То есть мониторинг тромбозов это, наверное, самая важная вещь, потому что увлекаясь антитромболитиками, мягкой или не мягкой, гепаринами низкомолекулярными или непрямыми, мы рискуем получить кровотечение. То есть нет ничего такого, как с антибиотиками, чтобы проходило бесследно для организма. Поэтому мониторинг, ну вот здесь указаны некие основные параметры, которые можно делать и нужно делать, наверное. Но это уже, наверное, все-таки удел врачей. Моя? Нет, это не моя. Еще есть некоторое небольшое время. Вот. И вызовы по диагностике довольно большие. То есть на самом деле, конечно, вот когда мы говорим о диагностике сейчас, вот на сегодняшний момент, то смотрите, как было. Больницы перешли в красную зону. Теперь вроде бы большинство красной зоны, ну по крайней мере в Москве так закрываются, больницы возвращаются обратно к нормальной жизни, потому что за прошлый год мы имеем почти 400 тысяч дополнительных смертей, вроде бы как нет ковида. По официальной соседистике их всего 80 тысяч. Ну говорят, что это другие заболевания. Но на самом деле, это, конечно, все все понимают. И, значит, надо же лечить людей. То есть нельзя же все время заниматься ковидом. И это совсем нетривиальная задача, потому что к вам может поступать человек, он может иметь какие-то симптомы, как я сказал, например, матовое стекло, в легких, покашливать, у него может быть температура, его сразу отправляют в ковидный госпиталь. Он не болен ковидом, но его отправляют, и он заболевает там. Понимаете, поэтому на самом деле адекватный, точный, хладнокровный мониторинг, но врач как будет действовать? Чтобы прикрыть себя, он лучше отправит. Вот там-то ковид, а у этого, например, просто ОРВИ и какое-нибудь сердечно-сосудистые заболевания. Не связанное совершенно с ОРВИ, ну просто так случилось, перенервничал. Поэтому вот эти все вещи, которые здесь написаны, разделение потоков в клинике, создание каких-то обсервантов, то есть обсервационных зон, где очень точно, очень прецизионно ставится диагноз, исключается диагноз при наличии воспалительных заболеваний. Это очень существенная задача для всех, потому что к этому никто не готов, ни ментально, ни технологически. Вот отправить человека в ковидный госпиталь, это готово, потому что так требует инструкция. Но человека надо лечить от другого. Тут уже возникают большие проблемы. Мне кажется, что это довольно важная штука. И самое главное, что врачи, и главные врачи особенно, они находятся под методом противоречивых требований, потому что никто самые жестокие установки Роспотребнадзора до сих пор не отменил. Это вторая группа патогенов, то есть особо опасная инфекция, при всем при том, что вроде бы у нас сняты почти все ограничения. И врачи будут штрафовать за несоблюдение противоэпидемического режима. Требуется очень точная, прецизионная штука, чтобы быть уверенным на высокое количество процентов, что на самом деле это либо ковид, и тогда действительно по показаниям требуется обзирвация какая-то, возможно, даже в конце концов придут к тому, что если это легкая форма ковида, потому что много людей вакцинированы, повторно заражены, и так дальше, и можно просто подождать какое-то количество времени, чтобы потом лечить человека, не отправлять его в инфекционную больницу. Ну, какой-то прием должен быть выработан. Вот об этом я хочу сказать. И с другой стороны, никто не исключает, что ковид будет мимикрировать. Вот я там приводил слова Тареева, если кто прочел, но понимаете как, это же обычная история, эволюция заболевания. Меняется контагиозность, стираются симптомы, постепенно будет отменено матовое стекло. Как раньше говорили, вы посмотрите о плеске, передача точный и безапелляционный признак ковида, ну и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, вот точная диагностика и распознавание ковидной инфекции, возможно, вне, он поменяет локализацию, то есть, он в основном размножался в респираторном тракте, а будет размножаться где-то еще. Это, в общем, не бесспорная вещь, это надо все видеть, и вот эта эволюция, и слежение за литературой, и какие-то шаги в каждой клинике какие-то вещи давайте я уже опущу, потому что аудитория устала, я, наверное, пройду через лечение, потому что, ну, строго говоря, говоря о лечении, как я понимаю, его нет. Да, патамонического лечения нет. Есть быстрое, как я уже говорил, устаревание терапевтических схем, потому что 29 рекомендаций за 4 месяца означает, что их просто нет. Вот их лучше не воспринимать, потому что это, ну, как бы, одно отменяет другое, потом третье, ну, люди что-то пишут. Потому что средств, которые показали бы свою эффективность, пока не выработаны. Фавипировир, ну, говорят о том, что он ограниченно эффективен, но зарубежные исследования, многоцентровые исследования ставят эту точку зрения под вопрос. Римдизивир, на который так уповали американцы, да, это тоже ингибитор репликазы, он на самом деле показывает очень ограниченную эффективность. Но на этом всё пока заканчивается. Есть антитела, многоклонные антитела, которые ингибируют, значит, связывание, то есть это, так называемые, нейтрализующие антитела, полученные искусственным путём. И есть сыворотки гипериммунные, которые по-разному могут действовать. Ну, там, в московской клинике показывают, в частности, центров НКЦ, где-то около 20-25%. По одной простой причине, что 30% людей, переболевших тяжёлым ковидом, имеют очень высокие титры антител, но практически ничтожные титры нейтрализующих антител. Это не только наши данные, это ещё данные и мировые. То есть почему-то люди, переболев ковидом, гуморально неэффективны совершенно. Вот это надо принимать к сведению, поэтому если мы говорим о использовании просто гипериммунных сыворот, которые не оттипированы на нейтрализацию, то скорее это тыканье пальцем в небо. Надо иметь не просто правильного пациента, донора, но ещё и какой-то лабораторный комплекс, который хотя бы на псевдовирусах или на специальных тестах ИФА к РБД, там больше просто точек посадки нейтрализующих антител, выявит, что у вас значительный титр. Всё то же самое касается и вакцинации. Выражение «титр высокий», потому что на самом деле существенным имеются только те антитела, и это индивидуальная вещь. Не у всех людей, у которых вырабатывается гуморальный ответ, может быть соответствующая противопротективная защита. Это тоже надо помнить. Но по этому поводу я бы не сильно переживал, не бегав в разные лаборатории тестироваться. Важно, что, как мне кажется, что если организм ответил первый раз, то есть уже распознавание вируса произошло в каком-то виде, это уже достаточно, чтобы инфекция как-то происходила в более мягком варианте. Тем более, что первичные опасения об антителеусиливающем, о диете, что называется в английской литературе, эффекте, они оказались в значительной степени для ковида спекулятивными. Для других вирусов это так, для лихорадки Денге, но для ковида пока это, в общем, скорее больше предположение, чем практика. То есть не показано, что наличие антител сильно стимулирует, например, размножение вирусов в лимфоцитах, в макрофагах и так дальше. Слава Богу. Вакцины, которые сегодня сделаны, они являются, это, наверное, самая сейчас грозная тема, я не буду сразу скажу, вопрос мне задавать, какая вакцина лучшая. Я слишком много знаю, чтобы об этом говорить. Но я скажу так, что на самом деле эти вакцины это первого круга, и они, безусловно, будут как-то оптимизироваться, потому что это, вот читайте внимательно литературу, значит, когда регуляторы, неважно, российские или FDA, или европейские регуляторы, ну, любые регуляторы, выдают разрешение на использование антиковидных вакцин, они пишут, что это антиковидные вакцины, рекомендованы к применению в условиях пандемии, точка. И первое правило любого вакцинолога, вред от вакцины должен быть меньше, чем вред от инфекции. Это вроде бы соблюдается. Потому что, когда даже пишут о том, что у Пфайзера есть какие-то побочные реакции, у Астрозенеки есть реакции. Слушайте, а сколько людей умерло от ковида? Это несопоставимо. Там на 1,4 миллиона прививок Астрозенеки есть 7 смертей. Ну, это, конечно, очень плохо, но сколько бы людей умерло, если бы этой прививки не было? Или бы сидели в локдауне? Вот. Поэтому тут надо подходить к этому довольно спокойно и осторожно, и понимать, что какую бы вакцину вы не взяли, но действующую, скажу сразу, действующую, это всегда процесс распознавания вами, как организмом, того, что создатели вакцин вложили в, значит, внутрь, в качестве субстанции. Вакцины делают и самые разные. Ну, прежде всего, конечно, излюбленным, значит, веществом является С-белок, либо весь, либо фрагмент С-белка, там, определенным образом, как раз из-за протеаз, вот так сделано у Пфайзера, они взяли тот фрагмент, который на самом деле до работы МПРС-2 и Фурина. Либо это целый вирус, классическая вакцина, причем она не только у Чумакова, она у китайцев, и она по всему миру, она имеет не очень высокую эффективность, просто в силу того, что классический процесс анактивации, но времени не было подбирать другие, он довольно сильно деградирует РБД. И поэтому вырабатываются тела на Н, на С2, иногда это бывает достаточно, чтобы обеспечить, ну там, титр нейтрализации 1 на 40. Когда вы вводите С-белок, ну это там титры, если сильная иммунная система, за 100, там, в условных попугаях, и выше, ну выше может быть намного больше. Но это опять же гуморальный ответ, это не все, что нужно, да, нужно, чтобы хорошо работало таклеточное звено. У пожилых людей по известным причинам, поскольку вилочковая железа представляет собой фиброзный такой маленький тяжик, новых лимфоцитов нет, и все, что есть, на том и ездим. Вот, но, но и дозы вакцинации, и бустирования, то есть, на самом деле, повторная ревакцинация для того, чтобы закрепить эффект, связаны с тем, чтобы не болеть никогда. То есть, вот чтобы как можно дольше, ну разные спекуляции, 2 года, 5 лет, 7 лет, 10 лет, кто больше. Значит, респираторная инфекция, вообще говоря, это довольно тяжелая история для создания вакцины на всю жизнь, потому что это же ведь трансэпитериальный иммунитет в первую очередь. Да, кстати, у вакцинированных такой эффект отмечен, что многие вакцинированные могут быть носителями. То есть, на слизистых вирус может находиться, он там ограниченно раздражается, и они могут быть контагиозными. Это надо изучать, но такой факт отмечен. Поэтому, вот я уже сказал все это, да, ну и там, подкожное, значит, внутримышечная инъекция. Сейчас делают таблетки уже. Русские ученые в Петербурге делают йогурты, там, то, во что гораст. Это неважно. Важно заставить либо группу антигенов, либо, значит, S-антиген, да, как основной таргет, чтобы запустить иммунитет. Побочные эффекты определяются просто тем, что, как и в случае инфекции, значит, происходит перебор, так называемый сортинг антител, и действительно исследование, это уже наша там история сейчас, она уже принята, скоро выйдет, значит, в печати. Действительно, при острой инфекции часть антитела имеют аутоиммунный потенциал, потому что они просто распознают белки человека, ткани человека, в частности, кишечные белки, там, некоторые атеифазы, ну, насосы, и легочные тоже. Поэтому, значит, после первичной иммунизации, по-видимому, должна произойти какая-то сортировка антител, элиминация, то есть, супрессия тех клонов, которые вырабатывают, токсичные антитела, и выработка только тех, оставление клеток памяти только того свойства, которое будет меньше токсичным для организма. Вот примерно то, что я хотел сказать. Сейчас закончился, поэтому, наверное, я тоже закончился. И сейчас много вакцин, это зависит от регуляторов, ну, сейчас я закончу уже по вакцинам, допустят ли другие вакцины на наш рынок, но я лично не считаю, что ваши вакцины чем-то в худшую сторону отличались, и призываю всех людей, которые, значит, еще раздумывают все-таки прививаться, я сам к этому пришел не очень просто, потому что, повторяю, сначала было предположение, что может быть АДЕ, и я следил внимательно за литературой по тому, что некоторые вакцины, возможно, и не очень эффективны. Надо понимать простую вещь, что кроме индивидуальной защиты есть еще представление о контроле над инфекцией. Мы сможем на самом реальном контролировать инфекцию только в случае, что будет большая прослойка. Ну, а дальше каждый человек выбирает, он либо хочет поболеть, либо как-то в меньшей степени поболеть, потому что все вакцинированы или тоже болеют. И естественно, как это часто бывает, проценты, которые сейчас заявлены, при расширении статистики, они будут уменьшаться. Это тоже, бояться этого не стоит, потому что, на самом деле, даже 70-процентная эффективность в общем достаточно эффективна. Одно дело, вы там работаете с группой в 20 тысяч человек, или в 30 тысяч, другое дело, в 5 миллионов. у всех свои особенности, да, причем, как правило, все-таки при первичных испытаниях берут здоровых молодых. Это не все равно, что, допустим, ваш покорный слуга или люди старше, там все по-другому. Но это не означает ничего, чем больше вот эта вакцинная прослойка, чем меньше вирус имеет параметры контагиозности, помните, я вам об этом говорил, 3-4, вот сейчас пишут эпидемиологи, что вроде бы впервые в Российской Федерации контагиозности упало до 1,1 или даже меньше единицы. Но это буквально означает, что эпидемия, отсчитываем два инфекционных периода, значит, инкубационных, и вроде бы она должна совсем упасть. Так, наверное, не будет, будет реактивация, но об этом пишут. Поэтому управление параметрами контагиозности это не только маски, не только дистанция, как я от вас стою, но это еще и на самом деле в полной мере представление о том, что мы являемся частью социума и инфицируясь самостоятельно, мы еще внесем угрозу для других. А рядом, особенно с молодыми людьми, могут быть пожилые люди, для которых это может быть не так спокойно и не так просто. Вот, есть отдельная, значит, история про реабилитацию. Наверное, я уже исчерпал свой потенциал. Если кому-то из клиницистов это будет интересно, наша клиника нет никаких рецептов реабилитации общих. Просто совсем нет, да? И каждый думает, значит, получится по-своему. Что мы сделали, я скажу, а дальше вы можете с моей клиникой, значит, как-то вступать в контакт, потому что это была довольно интересная творческая работа. Мы разбили реабилитацию на четыре разных параметра и поставили эти параметры в диагностические панели, которые предшествуют госпитализации. На первое место мы поставили то, что называется mental disorders. мое глубокое убеждение, что ковид прежде всего это лидирующая патология, но об этом люди либо боятся говорить, либо стесняются, но и... ментальное расстройство. Нет. Какая-то сауидная патология? Лидирующая. Лидирующая. Потому что у большинства пациентов либо расстройство сна, астения, депрессия, в том числе клинические формы, когнитивные дисфункции, ну, масса проявлений, и они как-то так стыдливо умалчиваются. Просто из-за недостатка времени я не очень хочу говорить о том, как это может происходить. Там, поверьте, есть органическая причина. Это не связано с тем, что вирус ковида размножается в нервной ткани. Это там другие совсем механизмы, но не буду говорить. Вот. А вторая история, это, конечно, инфекционный процесс, стёртый хронический, потому что ятрогенное воздействие антибиотикам или бездумное домашнее воздействие антибиотиков на неосложнённую ковидную историю даёт большое преимущество вирулентным, резистентным штаммам. Ну, и грибковый процесс тоже. Это надо всё диагностировать. Ну, а третье и четвёртое, это уже и пятое, это специфические функции организма, которые повреждаются. Это, прежде всего, сердце и сердечно-сосудистые системы целиком. Кишечник, он является следствием двух причин того, что ковид может быть кишечной формой, и он поражает кишечник эпителия. И второй, потому что врачи или сами люди пьют антибиотики просто так. Я уже говорю про клострадиальную инфекцию и про все остальные вещи. И, значит, уже там на каком-то другом месте стоит органические поражения нервной системы или опорно-двигательного аппарата, обусловленные активацией аутоиммунных заболеваний. В частности, связанных ещё с тем, что дадин, дексаметазон, в количествах превышающих все мыслимые и немыслимые параметры, и ингибиторы интерлекинов. И как ответная реакция. То есть, если имеете при даче, например, лсиры, то резко подбрасывается интерлекин 6, потому что понятно, что это компенсаторно. Если убирать интерлекин 6, резко возрастает количество рецепторов к интерлекину 6. в конце концов, это всё сказывается. То есть, пока иммунная система приходит в состояние относительного равновесия, если ей суждено, надо быть очень чутким и внимательным. Люди жалуются на обострение или на новую манифестацию этих процессов. Мы начали это делать. То есть, моя клиника не была в красной зоне, но мы довольно активно с учётом... Да, это тоже обязательно диагностический вызов. Потому что вы не можете просто так это клинически осматривать. Вам нужно точно знать, какие параметры физиологии организма нарушены и как к ним подходить. Вы начинаете трогать одно, это всё системные проблемы. Системные заболевания точно не лечатся. Вот, собственно, если кому-то из клиницистов интересно, пожалуйста, мы вам расскажем, как это сделано. У нас это сделано вплоть до, поскольку есть вип-клиенты, до предварительной диагностики. То есть, когда пациент поступает в сценар, мы уже знаем примерно, что с ним. Ну, есть маршрутизация по отделению. Лесяц Ромаш, я ищупался. Пока зал аплодирует вам. Сейчас определяется, кто задаст первый вопрос из зала. Я хочу сказать, что у нас есть два типа вопросов, которые поступают из зала, которые поступают от наших коллег через социальные сети, которые транслировали сегодняшнюю нашу встречу и транслируют. Если позвольте, я начну всё-таки с одного из этих вопросов, но что на части продолжение того, о чём вы только сейчас говорили. Вадим Маркович, добрый день. Скажите, пожалуйста, как понять, стал ли ковид причиной болезней, которые ранее не были выявлены? Что для этого нужно сделать? Не надо ли вообще для этого что делать? Ковид – это вирусная инфекция, пусть, но она новая. Вот всегда, когда популяция деградантов, к которым относится гомосапиенс сейчас, встречается с новым инфекционным агентом, так случается. Это, в общем, жут. Грипп тоже когда-то перескочил от птиц. Вот испанка и все остальные примеры – это, по большому счёту, первые, да ещё и осложнённые войной и прочими социальными потрясениями, проблемы, когда ничего не было. УРДС не умели лечить, поэтому там от 50 до 100 миллионов жертв. То есть пока иммунитет, пока коллективно это всё сначала на уровне адаптивной иммунитета, а потом и того, что называется и на эти иммунитеты, не будет закреплено как распознавание, мы будем страдать. Это первое. Второе. Мы сейчас, конечно, не такие, как 50 лет назад, это я к первой теме перескакиваю, потому что мы едим другую пищу, у нас другая напряжённость, мы вследствие санитарии совсем по-другому активированы, с точки зрения иммунитета и многое-многое другое. И то, что на этом фоне и ещё на фоне психоза, который был развит в течение года во всех странах, потому что на это работало много средств информации, возникают те или иные болезни, но искать тут причину, точную причину следственную связь я бы не стал. Вот и всё. Другое дело, что не снят вопрос о хронической форме ковида и о том, что называется таким реинфицированием, потому что, опять же, когда об этом стали говорить, я стал говорить об этом как раз по апреле, на меня шикали, говорили, да не может такого быть. Но на самом деле реинфицирование происходит, это естественный процесс. И многие люди, которые болели ковидом в первую волну, имеют шанс заболеть опять и заболевают. это может быть мягче, может быть сильнее, причина это. вопросов. Да, сейчас. Спасибо. Давайте тогда из зала, только у меня единственная просьба, поскольку идет трансляция. Да, я получил микрофон просто на первом ряду, Вадимар, просто для зрителей, чтобы было. Для зрителей, Андрей Киясов. Значит, у меня, Вадимар, с конца по вопросам пройдусь. Первый, когда вы говорили про реабилитацию, ментальные двигательные расстройства. Как вы относитесь к тому, что ковид это а-ля новичок такой вирусный, то есть работает на уровне синапсов и там, где энхолинорецепция? Никак. Вот почему. Это как раз то, что я не договорил. Есть опасения, потому что такие работы уже появились, что вакцинация может приводить к вторичному повреждению нервной системы. Мы это попытались исследовать в наших лабораториях, просто поскольку есть рекомендантные, правильно полученные белки S-комплекса, и РБД, и С2, и целый S-белок. Мы добавляли это к нейронам, каких-то видимых вот таких деструктивных нарушений, в том числе и при формировании синапсов, мы не увидели. Но показано, что на самом деле когда происходит потеря обоняния или когда эти белки проникают через кровоток в области головного мозга, то в эндотелии индуцируются точно такие же с точки зрения inflammation, воспаления, процессы, которые хорошо описаны в лёгких. Также выделяется интерлекин 6, нарушается контактная, то есть возникает контактная дисфункция между эндотелиальными клетками, и на самом деле там выделяются интерлекины, цитокины, простите, другие, другого класса, интерферон. То есть на самом деле происходит активация провоспалительных каскадов совсем недалеко от нейронов. Вот пока дальше этого дела никто не пошёл, но предполагается, что такой воспалительный синдром в центральной нейросистеме существенным образом влияет на то, что мы называем ментальный менеджер. Владимир Владимирович, я просто коротко, есть данные о том, что какая-то вакцина вызывает или даёт эффект выработки иммуноглобулина А? Не знаю. Окей. И вот у вас был очень хороший слайд, вы поскольку на самом деле ведущий специалист по микробам, по вирусам, так сказать, по всему, а есть ли какие-то данные о конкуренции между какими-то бактериальными сообществами, которые предохраняют от заражения к ковиду или же какие-то, так сказать, наоборот, вирусы. Но это ещё дед этого самого Дарвина говорил, что двумя вирусами, как правило, не болеют одновременно. Болеют? Я согласен, что сейчас показали, что бывает и болеют. Нет, я с ковидом говорю, болеют. Мы видели другие вирусы на фоне ковида. А бактериальные есть какой-то вот такой? Мы скорее думали и смотрели микробиоту, в том числе и того, что происходит после разрушения лёгких на этих патоморфологических срезах. там как бы два сценария. Либо запускается вот этот внутрибольничный комплекс, это просто уже внутрибольничная пневмония. То есть, ковид переходит в классическую бактериальную внутрибольничную пневмонию, от чего люди умирают. Либо, если человек как-то ему удается избежать этого, то есть, врачи не дают антибиотики с самого начала, или он лежит дома и не принимает их сам, то, в общем, это обычная флора. Она у всех как-то разная. У нас недостаточно просто статистики, чтобы сказать, что вот эта бактерия в лёгких или в назофарингеальной области будет антагонистом ковида. Скорее больше есть спекуляции, вот то, что я знаю, встречал в литературе, что, допустим, ОРВ, любая, риновирусы или грипп, они могут, запуская интерфероновый подскок, быть таким неспецифическим вакцинальным шагом на какое-то время предотвращающий инфицирование ковидом. Но это неподтверждённая история. Спасибо. Поскольку я не очень много, вопросы есть, я передаю сейчас. Марат Ясупов. Здравствуйте. Владимир Маркович, спасибо большое за очень интересную лекцию. Не могли бы вы прояснить ситуацию с повторной заболеваемостью? Мог бы. Какая статистика существует? Высокая. Более того, она будет увеличиваться. То есть, на самом деле, в некоторых закрытых институтских статистиках до 40%. Где-то интервал от 6 месяцев. То есть, в этом смысле ковид абсолютно классическая инфекция, которая... И это очень сильно зависит от возрастного среза популяции. То есть, если люди молодые, то они, как правило, первый раз болеют легко, напряженность ему где-то у них низкая. Если человек, конечно, ИВЛ избежал, но он тяжело болел, то это, наверное, подольше, потому что просто иммунитет... Очень значима. Не надо понимать... Потому что понимание вакцинации любых актов болезни, оно воспринимается как-то очень определенно. Либо да, либо нет. Это процесс. И на самом деле вакцинация сейчас это процесс, когда можно резко снизить концентрацию вируса в популяции просто за счет иммунности. Вот почему вакцинируют так интенсивно и надо вакцинировать интенсивно, а не час по чайной ложке. Американцы делают 2 миллиона вакцинаций в день. Потому что они понимают, что на самом деле за месяц будет произведена довольно большая иммунная прослойка и вирус как таковой... надо где-то размножаться. Вирус это не бактерия, он не может лежать в почве. Но надо постоянно размножаться. Вот это кардинальное отличие вируса от бактерий. Отсюда экспансия вируса в теории классической идет следующим образом. Понижается вирулентность, ну, патогенность, так проще, то есть он становится менее злой. Но увеличивается вот этот потенциал распространения. То есть вирус как бы стремится сожительствовать с особью. Это не обязательно человек, там мышь летучая, там не знаю какие-нибудь гибель, ну, что-то, где он может быть даже просто как резервуар. Но для этого должно пройти большое время. Не надо понимать, что это за год будет сделано. То есть это какой-то процесс к эволюции, когда постепенно происходит так называемая отунилация вирулентности. И если люди, наделенные интеллектом массово ставят заслон, это как цепная реакция, то возникает аборт. Ну, потому что некуда просто прыгать. И наоборот, если люди играют в авось, то это приходит в стадию такой прициркуляции. Первые люди, которые переболели, они становятся опять чувствительны, ну и так далее. Спасибо. Здравствуйте. Да, Альберт Резванов. В продолжение вот вопроса, Вадим Маркович, вот вы сказали про повторную инфекцию возможную. И можно сказать два вопроса в одном. Как вы оцениваете длительность иммунитета в целом, который возникает в результате естественной болезни или вакцинации? Пока не знаю. А второй вопрос, рекомендуете ли вы вакцинироваться тем, кто переболел? Сложный вопрос. Я понимаю. Сложный вопрос, потому что на самом деле, вот говоря о сенсибилизации, о каких-то вещах, связанных с аутоиммунными проявлениями и с какими-то другими проявлениями, я могу описать, я за собой внимательно следил, когда я вакцинировался спутником, у меня очень стабильное артериальное давление, то есть оно никогда не поднималось, даже при всяких перегрузках, выше 120. Значит, инъекция спутником, и у меня действительно довольно высокий тетр антител, привело к тому, что на 20 мм между вакцинациями и еще 10 дней после давление держалось, но я его не коррегировал, но оно держалось, а потом оно ушло само. То есть на самом деле любые такие интервенции, они, конечно, не инертные, организм реагирует и реагирует по-разному. Известен в случае, что вакцинация содержит в себе элементы недомогания, иногда повышенной температуры, это не один день часто бывает, это бывает до недели, возникает мистыния, возникают такие же симптомы, как на самом деле боязни, фобии, и так дальше, но это потом проходит, естественно, в отличие от самого ковида. Если человек переболел и у него есть напряженность иммунитета какая-то, или чисто теоретически он может померить Т-клеточное звено, пусть даже гуморальный ответ у него будет маленький. Но я бы лично не стал бы этого делать повторно, потому что я понимаю, что Т-клетки памяти хранятся гораздо дольше, чем Б-клетки. Спасибо. Доктор, пожалуйста. Анастасия Альпеева, студентка высшей школы журналистики. И подскажите, можно ли сейчас предсказать возникновение новых волн коронавируса? Конечно. Мы еще в первую не пережили. Конечно. А как вы думаете, сколько их еще будет? Не знаю. Но они должны быть все-таки меньше. То есть по интенсивности, по амплитуде, по количеству. Есть много факторов, я об этом и говорил. Врачи учатся, ну, во-первых, ушел страх. Первых недель, когда люди задыхались прямо на глазах и умирали. И невольно люди, пытаясь помочь, врачи запускали ошибки. За это винить их нельзя, потому что они действовали строго по протоколам, которых 29 рекомендаций. И сейчас уже, наверное, больше. Второе, понятно, что будут вырабатываться средства, то есть препараты. Я об этом сказал. И это не вакцинальные препараты, это препараты медикаментозные, эффективность которых будет доказана. В-третьих, по понятным причинам, качество вакцин с каждым годом на COVID будет совершенствоваться. Потому что, как я приводил на слайде, много групп разных, в том числе и исследователей, вот, например, японцы. Они анонсировали, закупая, по-моему, Pfizer, я забыл, или Moderna, что они сами не будут в первые два года заниматься выпуском вакцин. Они сначала учтут ошибки, а потом сделают свою. Ясно же технологически они там очень продвинутые, это ничего не стоит. То есть мир постепенно, конечно же, приспособится. И вакцинальный цикл это 5-7 лет. Создание полноценной вакцины, когда никому из присутствующих и отсутствующих не придет в голову бежать в лабораторию, сдавать после вакцинации антитела. Но это просто никто же не делает после обычных прививок. У прививок все и достаточно. Но для этого нужно просто, чтобы время. Здесь же весь ажиотаж связан с тем, что фактически с колес в пандемическую эпоху люди прививаются, чтобы просто ослабить и уменьшить риски. И все. У нас очень много разного рода публикаций. Я бы хотел, у нас осталось буквально 8 минут. Дело в том, что уже вылет. Я бы хотел, чтобы клиницисты задали вопросы, потому что ведущий у нас журналист. И я бы хотел, чтобы специалисты позадавали вопросы. Пожалуйста, вот первые ряды. Пожалуйста, у нас главврач есть и так далее. Сергей Вячеславович, Уважаемый Вадим Маркович, однозначно ковид очень сильно влияет на психику. Вы действительно правы, что это как-то умалчивается стыдливо. Но влияние совершенно разноправлено. Основное количество это торможение, но есть когорты людей, на которых это действует и длительно действует, как возбуждение, в том числе потери сна, кошмары, инстоведения и так далее. Вот с чем связано? Аутоиммунная реакция просто на фоне нервной ткани, наверное, не совсем объясняет процесс. Не знаю пока. Но мы начали это делать. То есть, на самом деле, это же, понимаете, процесс, с чем это связано. Вот если посмотреть на количество публикаций, которые были выпущены по ковиду, я с какого-то момента устал их читать, потому что там об России вообще тяжело, потому что там, на самом деле, люди берут дайджест и потом спекулируют друг другу, рассказывают как анекдоты. Вот. Очень много недоброкачественной информации. Отвратительно сделанной и, в общем, не вызывающей никакой критики с точки зрения методики. Это первое, да, и поэтому очень много фейков. Значит, сейчас наступает время, в общем, выхода взвешенных, качественных работ, которые будут потихонечку проливать свет на то, что же на самом деле происходит. ясно, что вот запустить инфекцию в нейронах пока никому не удалось. Это уже факт. Ясно, что если какой-то эффект может быть, то он связан либо с, как я сказал, с активацией инфломаторных реакций сосудистого русла головного мозга, то есть, приносящих сосудов и соответствующим образом мини-цитокиновым штормом там, это не исключено, и он долгий, потому что когда клиницисты значит, лечат тяжелых больных, с первого раза цитокиновый шторм, вы знаете, не всегда удается, то есть, это волнообразное течение, и каждый человек, который смотрит за такими пациентами, тяжелыми пациентами, у которых действительно есть ОРДС, он думает, сколько раз ему дать октембру, и как комбинировать октембру с дексаметазоном и с чем-либо еще. И хорошо, если ему там с третьей попыткой удается это утихрометить. Примерно такие же процессы могут происходить и в центральной нервной системе. И они могут происходить, поскольку там это заграничная ткань, гораздо дольше время, это связано с, возможно, окклюзией сосудов каких-то и так далее, потому что то, от чего мы отказались, изучая литературу и, собственно, наши патоморфологические атласы, я думал, что на самом деле основная история, и мы хотели это исследовать, это сладь эритроцитов, то есть стекинг такой. Но вот западные клиницисты, которые аккуратно расклассифицировали клинику тромбозов при ковиде, в общем, поставили это на последнее место. То есть мне казалось, что на самом деле вот астенический синдром и соответствующим образом вот такая вот длительная постковидная реабилитация связана с тем, что просто капилляры забиты и туда не проходит кислород. Потом вышли работы, которые проливают частичный свет на этот процесс, выяснилось, что у животных, значит, так называемая генерализованная ковидная инфекция, но они просто ковид инфицировали в брюшину, по транспекционным профайлам вызывает существенное нарушение окислительного фосфорирования, причём долгое, стабильное. Вот мои сотрудницы, которые со мной биохимию изучают по своей совсем по другой тематике, которую на самом деле занимают, они стали сукцинат себе применять, в общем, говорят, что им полегчало. Но это не какая-то такая системная история, то есть люди ищут реальные субстраты макропризнаков. Что касается и возможно, поскольку нейроны это вообще очень энергетически зависимая ткань, там происходит то же самое. Никто этого не знает. но то, что S-белок может проникать в гематрицефалический барьер, в ряде работ уже показано. Это как раз работа января-февраля этого года, то есть на мышах показано, ну и делали очень сильные лаборатории, что этот белок может проникать через и ГЭП, и эндотелий и попадать в ткань мозга. Больше пока ничего не сказано, но этот факт зарегистрирован. Поэтому это предстоит ещё изучать, что и предстоит изучать ещё так же отдалённые последствия. Это отдельная песня. Потому что мы, девушка спрашивала, только в начале мы пережили первую вспышку, когда всё-таки значительное количество, ещё не подавляющее, людей тем или иным способом, лучше вакцинальным, ознакомилось с патогеном. Ну, либо с частью патогена, либо с патогеном. Но это только начало. Спасибо. Мухаммед Шнем, я хотела бы сказать, да, да, ну, к реплике о Татарстане, о лечении у нас, Вадим Архич, мы также с клиническими рекомендациями работаем. Да, мы начинали с мифлохина, азитромицина. На сегодняшний день антибиотики не назначаем, мифлохин не назначаем. В соответствии с десятыми рекомендациями и со своим клиническим опытом мы тоже пришли. И те вопросы, которые вы затронули, вот со всем мы этим столкнулись. И возвращаясь вот к теме нервной системы и ковид, обратили внимание, что контингент пациентов с изначально имеющей коморбит по заболеванию нервной системы, перенесённые инсульты, паркинсона, хронические заболевания любой нервной системы, они, ну, мы знаем, и раньше при любой этиологии пневмонии эта группа пациентов она всегда находится в группе риска, в зоне риска. И там высокий процент летальности. Но при ковид-инфекции всё-таки вот этот процент он гораздо выше. Всё-таки, наверное, можно думать о нейротропности вируса. Всё-таки нет? Или это системное воспаление? Новая инфекция. На новую инфекцию, поскольку регуляторный цикл сброшен, всегда происходит гипериммуноответ. Системное изволение? Никто не изучал, например, суперметаген, есть такое понятие в бактериологии, называется это суперметаген, метаген просто, суперантиген. Это вещества бактериальной природы, но не только, есть и у вирусов некоторые антигены, которые вызывают поликлональную стимуляцию призматических клеток. Просто Б-лимфоциты все активированы. Здесь я поддержу. И происходит массовый выброс разных плохих антител. Плохих в том плане, что они обладают низкой аффинностью, но они все с чем-то связываются и что-то там нарушают. И одним из следствий, поскольку вы, я знаю, ревматолог, вот таким суперантигеном является то, что мы специалисты суперантиген микоплазмной артрититис. Японцы его долго довольно дергали, он вызывает артриты. Но они просто мозги не смотрели, хотя это описано тоже. То есть любая гипервоспалительная реакция способна приводить к этим эффектам и придумывать здесь что-то лишнего не надо. Вот когда ковид просуществует с популяцией лет 20, а в общем говорят, что он никуда не уйдет, и новые люди, которые переболели сегодня, молодые, к этому приспособятся, возможно, он станет одним из восьмым коронавирусом, который... Мы даже об этом не отдаем отчета. Мы болеем коронавирусными инфекциями, и это никого не волнует. Ну, легкий насморк, дерущее горло, три дня и всё. Понимаете? И всё. Просто здесь вот несколько факторов, которые сейчас очень сложно вычинить и вообще дифференцировать. Попытки найти генетическую предпосылку предпосылки не увенчались успехом. Очевидно, что здесь участвует ЭЧАЛЕЙ-комплекс, потому что любая Т-клещная ответ, он ЭЧАЛЕЙ опосредован и зависим. То есть, очень много факторов. Возраст, как я уже сказал, напряжённость иммунитета, его разрегулированность, питание. Если мы сейчас это всё будем совокупно применять коморбидным пациентам, то неизвестно, какие баллы в вашей шкале переселят. Понимаете? И придумывать какую-то вот кажущуюся штуку. Поэтому и существует 29 клинических протоколов. Потому что их придумали. Ну и потом нейроковид, извините, нейроковид, это всё-таки когда в нейроны попадает. Там Вадим Маркович правильно сказал. Раскрутили полностью, в нейронах нет, в глии нет. Единственное, где в перицитах есть и в эндотелии. В эндотелии, да, есть определённый вирусоподобные частицы, но это не размножение. Уважаемые горями, давайте похлопаем. АПЛОДИСМЕНТЫ